Поднялись самые искусственные мастера и на всю Волокду они сыграли Комаринскую. И колокола остались на нашей колокольне. Так, по одной из вологодских легенд, горожане спасли колокола Кремлевской колокольни от переплава на пушки. Эту и многие другие истории узнали учащиеся 13-й и 17-й школ с помощью увлекателя приключенческой игры. Ее провели студенты Вологодского института бизнеса, а посвящена квест-игра была букве О. Маршрут, естественно, раз мы посвящаем эту игру букве О, пройдет по кругу и будет включать несколько станций. Это Шаламовский домик, Софийский собор, колокольня, здание банка современной музеи Кружева, церковь Александра Невского и соборная горка. На этих станциях ребятам необходимо было выполнить задания на знание истории Вологды. После каждого правильно выполненного задания школьники получали подсказки для финальной загадки. Во время игры ребята узнали множество интересных фактов из истории родного города, но самые интересные – легенды. Есть такая легенда, что также при Иване Грозном здесь было очень много земляных работ и было очень легко скрыть строительство тайного подземного хода, который шел якобы, ну, есть предание, что он шел от Соборной горки до Спасоприлудского монастыря. Задания ребята выполняли на время. Пригодилась и эрудиция, и математические способности. Сейчас на колокольне 25 колоколов. Вес колокола «Малый лебедь» 100 кудов, а праздничного колока – 362 кута. Выразите общий вес колоколов в килограммах. Последнее задание игры – рассказать легенду об основании Вологды. И лучшими в этом стали ребята из 17-й школы. Но такой увлекательный и одновременно познавательный урок запомнился всем участникам игры. Нам игра очень понравилась. Мы узнали для себя очень много нового. То, что ранее не знали о Вологде. Команда победитель квест-игры получила билеты на экскурсию в музей Шаламова. Алена Закатаева, Игорь Пандин, Вологда Портал.